Что я думаю про ситуацию с Надеждой Савченко сегодня? Я не буду говорить о том, что сама история, начавшаяся прошлым летом, то, во всяком случае, что я не знаю, кажется мне абсурдным и нелогичным. Я не юрист, не военный юрист. В рамках обычной человеческой логики я не могу объяснить происходящего, но я не буду за это браться. Мне кажется ужасным сегодняшняя ситуация. Ситуация, в которой молодая женщина находится в российской тюрьме и находится она там на грани жизни и смерти. Эта ситуация, мы все знаем и все помним, как за последние годы в российской тюрьме умирали люди, умирали не дожив до суда. Как ужасно это было воспринимать, будучи гражданином России. Как сильно это било по репутации нашей страны, нашего общества, не только нашего государства, но и всей России в мире. Я не понимаю, зачем сегодня доводить до еще одной такой ситуации, до еще одного удара и по нашему представлению о себе, как о цивилизованных европейцах, по нашему представлению, по представлению о нам, о нас, всего окружающего мира. Не понимаю, почему нельзя освободить Надежду Ставченко или, во всяком случае, перевести ее в домашний арест, сменить меру пресечения. Мне кажется, что будет ужасно, если Надежда Ставченко умрет в российской тюрьме. Она умрет в России в этом случае, и ее смерть будет еще одним трагическим событием для всех нас, для всей России и, конечно, для Украины. Она будет еще одним ударом по отношениям наших стран, она будет еще одним ударом, еще одним пятном на российской истории. Независимо от того, в чем ее обвиняют, независимо от того, к чему придет следствие, пришло следствие или придет судебное расследование, смерть Надежды Ставченко в предварительном заключении будет трагедией и ударом. Если бы я мог обратиться к ней самой, я бы сказал, Надежда, вы уже доказали то, что вы хотели доказать. Ваши союзники видят ваш героизм, ваши противники видят в этом, может быть, упрямство. Но вы доказали то, что вы доказали. И, пожалуйста, живите. Не надо становиться еще одной жертвой. Не надо становиться жертвой ужасной политики, жертвой каких-то обстоятельств. Пожалуйста, живите. Вы нужны своим близким. И ваша жизнь сделает больше для российско-украинских отношений, для Украины, для России, чем ваша смерть сейчас. Продолжение следует...